Дмитрий Андреев Это очень сложный вопрос, на который нам постоянно приходится отвечать Эту историю мы придумали с моим другом Арсением Как ты правильно заметила, три года назад решили начать делать подкасты Тогда они в России были в начале своего пути И ВКонтакте очень активно их рекламировало, продвигало, ну и мы решили попробовать Почему именно вот такое направление? Почему вы не читали аудио, ну не записывали аудиокниги, например, да? Такие подкасты тоже существуют Почему именно интервью? Ну мы записывали аудиокниги Записывали? Да, у Сени есть книжка «История Кирич Сити» И около семи рассказов он начитал Мы их тоже выкладывали, аудиокниги у нас есть Вот давай о подкасте «Ваши уши» поговорим Первое интервью, как это было, было ли страшно Как составляли вопросы, как выбирали гостя? Ну мы просто приперлись к Андрею Евгеньевичу Коршенинникову Взяли айфон, положили его на стол И начали задавать ему вопросы про армию, про картошку и про универ Это мы все и так знали Знали, что он классно рассказывает эти истории И он в целом крутой мужик И нам было классно с ним пообщаться вне универского времени Вот так вот тет-а-тет И в этом на самом деле вся суть Что у нас есть крутая причина встречаться с такими людьми Которым у нас не было бы доступа И мы можем с ними говорить о вещах, которые нам интересны А нам интересно все Поэтому мы просто шатаемся по миру Приходим к людям и записываем с ними беседы Ну и как это происходит? Здравствуйте, у нас есть подкаст Давайте запишем с вами интервью, так? Ну примерно так И как люди реагируют? Бывает так, типа, ребят, вы кто? Идите отсюда Ну, естественно, все спрашивают, ребят, вы кто? Нам помогает издательство Охотник Павел Юрьевич, Андрей Осипов, Алексей Гарипов И так или иначе своими советами они нас направляют Издательство Охотник популярно по всей России Их знают И мы просто говорим, что мы как бы от них То есть ваши уши такая дочка издательства Охотник Они нам дают мини-задание Пойти туда-то, записать того-то Для той или иной книжки Какие-то интервью входят В эти проекты И дверь открывается Потому что их знают И, соответственно, знают как бы и нас Вот именно поэтому я спросила, что вы говорите, когда вы встречаетесь с людьми Потому что, ну, представь, да Ты, скажем, политический деятель К тебе подходят какие-то два мальчика И говорят Здравствуйте, у нас есть подкаст Давайте интервью с вами запишем Ну, с Носовым мы так и сделали Вот с Носовым интервью было очень такое интересное Я, если честно, вот тут у меня возник вопрос Как вы придумываете вопросы? Потому что они настолько не связанные, да Давай спросим про это, давай спросим про это А потом вообще в другую какую-то тему уйдем Вот как это было? Я помню, это было в библиотеке Наверное, на презентации какой-то книги Охотника Он там был, вы подошли Просто сказали ему Давайте запишем небольшую беседу Поставили уже на тот момент рекордер Который нам дал Артем Ковалев И начали задавать ему вопросы На тот момент, да Мы их тщательно готовили Придумывали всякую фигню Которая нам была интересна Но мы не хотели бы Чтобы это звучало Как такой журналистский диалог Какой-то поставленный Шаблонный, что ли? Да, два пацана без журналистского образования И мы как раз таки всегда старались Ну мы как бы открещивались от того, что это интервью Хотя, наверное, это все-таки Ну это интервью, как ни крути, конечно Интервью, да, как бы Ну подкаст Это просто название формата больше В виде которого это публикуется Форма подачи, да В интернете, да Но с такими политическими деятелями На самом деле не получается выстроить Тот тип бесед, который нам действительно по душе Ну подожди, у вас есть интервью с Мурием Федоровичем Гришаном, это мэр Магадана И там, ну, оно гораздо развернутие Согласен Но там тоже такой официоз Классно, когда можно пригласить человека к себе Да, вывести из зоны комфорта Часа так два-три Долго-долго с ним говорить Нащупывать те темы, которые ему интересны Тебе И действительно получать такую глубокую беседу Как мы уже в начале программы сказали Три года существует подкаст «Ваши уши» И там не очень много подписчиков Всего триста И просмотров тоже не очень много Там от тридцати Самое максимум почти четыре тысячи, да И вот не возникает чувство обиды какой-то Почему вот мы делаем-делаем И никто не слушает Или вы делаете это для себя исключительно? Ну, люди слушают Платформ у нас много Есть ВК Где? Яндекс.Музыка Apple подкасты Spotify Комментарии приходят нам, как правило, лично При встрече Ну Качество первых выпусков, конечно, оставляет желать лучшего Там и звук не очень, и видео не было Но сейчас мы все это подтянули Все гайки подзакрутили И народ как-то стал поактивнее воспринимать Ну, ты права, мы это делаем Начинали делать мы это действительно для себя Потому что Ну, повторюсь, нам это было интересно Нам не было интересно Как бы реакция окружающих Как нас Кто-то будет слушать, не слушать Мы как бы Побеседовали Это важно А то, что мы выложили разговор Это вот уже вам Слушатели Если вы хотите Зацените Потому что каждый для себя может там что-то найти А для нас это в первую очередь опыт И он нам помогает идти дальше Общаясь С новыми людьми ты всегда получаешь какое-то вдохновение Узнаешь что-то новое Потому что ты можешь быть экспертом в чем-то одном Да, в двух вещах в жизни максимум А там люди самых разных профессий Писатели, художники, геологи Некоторые из тех людей, которых мы уже записали С нами больше нет И это их последнее интервью И возможность послушать их Услышать их голос Их мысли Ну, мне кажется, это круто Ты говоришь о том, что в начале Вашего творческого пути Было действительно сложно И качество было ниже Как развивались? Вот вы прорабатывали, например Берете какое-то интервью, да? Прослушали его при монтаже, например, том же Вы думаете, нет, вот здесь надо было сделать как-то иначе Задать какой-то другой вопрос Как вы росли? Ну, мы просто делали Делали, делали Подавались на всякие программы Школы Где-то нам помогали, объясняли Последний раз мы работали с Алиной Белят Это подкастер, да, из Москвы Студии Либо-либо Она нам прям по полочкам раскладывала Что мы не так делаем Мы потом записали ее Она нам сказала Ну, нормально Вот Так Ну, как я сказал Мы начали с телефона Потом у нас появился рекордер Потом другой Потом мы Потом нашей команде появились девчонки Сестры Кулакова Ну и они тоже нам сказали Так, ребята, надо Вы делаете все правильно Надо повышать качество Ну, в чем это качество? Ну, банально Начать писать видео, например Да, как здесь Купить микрофоны подороже Мы начали покупать камеры Микрофоны Постепенно-постепенно Повышать качество Но суть на самом деле Не изменилась Это просто Наша встреча с людьми Которые мы записываем Ну и вот интересно Вы как темы придумываете? Вот вы сидите У вас Выходит по несколько интервью в месяц И вы сидите и думаете Так, кого же мы сегодня позовем Или там завтра? Как приходит идея? Ну, либо Павел Юрьевич нам говорит Сделайте интервью с ним Либо мы То есть такое редакционное задание Да, почти? Ну, как бы, да Приезжает просто Какой-нибудь Крутой человек И У Павла Юрьевича есть С ним контакт И мы И он нам говорит Да, вот Он будет там-то, там-то Сходите туда Либо мы просто Сами прикидываем в уме С кем бы нам хотелось Пообщаться И, собственно Таким образом Мы Тоже открыли для себя Что в Магадане На самом-то деле Очень много Интересных людей Не самых известных Не самых публичных Да, то есть Мы там все знаем Ну, есть много фамилий Которые на слуху Да, там все знают Каких-то Магаданских звезд Вот А мы Много общаемся Да, с людьми Старшего поколения Не такими публичными И С теми, кто Не часто вообще Какие-то там интервью дает И на камеру Ну, приходится говорить Не так часто Есть какие-то интервью Которые запомнились Которые прям Проникли в душу Знаешь Вот у меня за 6 лет Я очень люблю вообще Жанр интервью И за 6 лет У меня было Несколько таких Программ Когда я могла Неделю ходить И думать об этом человеке С которым Я записывала интервью Потому что я понимаю Что человек Рассказал мне Не просто о своей жизни Не просто там О своей профессии Может быть Да А именно Что-то такое Частичку души Как будто бы отдал Бывали такие? Да, очень много И Часто Часто с Энни Мы потом Неделями обсуждаем Те или иные беседы Но одна из таких Знаковых Это была С Дмитрием Березским В Москве Значит Он воевал Попал В плен Немецкий А потом Его отправили В ГУЛАГ Он все это пережил Написал книгу Жизнь простого человека И Зная все это Мы к нему пришли Тоже не выставляли Кучу аппаратуры Потому что Мне кажется Это бы Этот официоз Он бы повлиял На На манеру общения Ну и в целом Было бы не так комфортно И непринужденно Что самое главное Вот И он нам рассказывал Опять же Без какого-то Ну без какой-то напыщенности Обо всех этих Тяжелых вещах И Вот История его жизни Она и так отражена в книге Но у нас есть Беседа Длинная С его голосом Где он рассказывает Об этих вещах Очень простыми словами Да Очень непростых вещах И вот эта Мысль Что этот человек Прошел через все это Да Недавно отметил свое столетие Она В трудные моменты Мы вспоминаем Что Ну Все не так плохо Да Если нас Кто-то не слушает Или каких-то там Подписчиков у нас нет Это неважно Главное Что мы Все живы-здоровы И Все в порядке Какая цель у вас Вот у всего подкаста Просто Рассказать об интересных людях Цели нет Да Есть путь То есть Нам просто интересно все Нам Интересно Общаться с людьми Нам интересно Что Круто Что у нас есть повод Приглашать тех Тех или иных людей На встречи И просто с ними говорить Потому что Иначе бы мы не смогли С ними встретиться То есть мы бы не могли Просто сказать А давайте мы с вами поговорим Ну мы говорим Мы это запишем и выложим Тогда люди приходят А какой-то цели нет То есть мы там Не зарабатываем на этом денег Это не наша работа Нас никто не заставляет Это делать Нам это Ну Просто интересно И это наше Ну такое хобби Вот А вот не хотелось бы Связать с этим жизнь То есть Очень часто бывает так Что ребята молодые Особенно начинают Вести блог Скажем да И потом они понимают Что им это нравится делать Они получают Соответствующее образование И начинают Идти например В журналистику Нет такого Мы и так с этим связаны Мы за это получаем деньги Небоснословные Но так или иначе Мы не преследуем цель Разбогатеть Нам нравится процесс И нам нравится Что мы можем Позволить себе Приглашать Тех людей Которые Иначе Не будь у нас Подкасты К нам бы не пришли И не было бы возможности Поговорить Поговорить с кем-то То есть мы Обещаем им Что это как бы Останется Вот где-то в интернете И к этому Сможет вернуться Каждый Кому так или иначе Будет интересна Часть Их истории Или истории Магадана Потому что мы довольно часто Затрагиваем ее Недавно мы например Говорили С Лэри Рокхелом По скайпу созванивались Он был в Америке Он налаживал здесь В 90-е Академические обмены Из Аляски Приезжали ребята Учиться сюда Наши ездили к ним Он здесь преподавал Вот Это такая Ну Важная веха Мне кажется В истории Магадана Да и Ну В целом В те времена Когда еще Железный занавес Был Провернуть Что-то такое Ну Это Круто Да и сейчас Это представить сложно Если мы говорим Да Об Америке Вот И Эта история есть Ну в принципе Он книгу про это написал Вот Но для ленивых Кто книгу не осилит Есть подкаст То есть Это тоже плюс Это здорово Что вам То что вы делаете Приносит удовольствие Пусть так будет всегда Спасибо за интервью